Сегодня юбилей олимпийской чемпионки 1964 года в Токио Галины Прозуменчиковой, нашей севастопольской спортсменки. Гордость и слава севастопольского спорта, спорта Украины, России. Действительно был огромный успех, это выдающийся результат, Василий Петрович, у Галины Прозуменчиковой. У Галины Прозуменчиковой действительно единственная пока и севастопольская спортсменка, которая завоевала на Олимпийских играх золотую медаль в далеком 64 году в Токио. Это годность Севастополя. Она не только следствие олимпийской чемпионки, она превысила мировые рекорды. И Галина Прозуменчиков еще много, так сказать, сделала для севастопольского спорта. На ее равняются. И вот в этом маленьком бассейне она тренировалась. Небольшой бассейн Черноморского флота – уютный и родной для большинства севастопольцев и моряков флота, которые в течение дня тренируются на водных дорожках. Главный рекорд для этого контингента занимающихся, конечно, здоровья. Бассейн открыт в 1961 году и два года тому назад отметил свое 50-летие. За коротких три года Галя Прозуменчикова выросла в олимпийскую чемпионку. Наша золотая рыбка стала обладательницей пяти олимпийских наград – золотой, двух серебряных и двух бронзовых. К юбилею бассейн преобразился. Сделан великолепный ремонт. Жаль, но не культивируются такие олимпийские виды, как прыжки в воду и синхронное плавание. А в лягушатнике продолжается обучение о замплавания юных севастопольцев. А флотские спортсмены совершенствуют мастерство в скоростных видах плавания и подводном. Видимо, наступило время установить памятную доску, присвоить бассейну имя знаменитое на всю планету чемпионки, назвать одну из новых улиц города ее именем, так как это сделано в большинстве европейских стран. Слово за депутатами Гурсовета. Владимир Мирянский, Дилер Меджитов. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин